добрый день дорогие друзья мы с вами на канале рыбалка криворок у нас сегодня в гостях эльдорадо т.в. всем привет кстати эльдорадо т.в. если вы нас смотрите вам тоже привет друзья аналогично если кто будет из моих подписчиков смотрите мой канал заходите на канал рыбалка криворок у нас совместная совместная с собой рыбалочка давайте ребята смотрите мы приехали приехали в недай воду приехали на мою территорию приехали ты у нас больше похищником да у нас занимается кстати ребята если вы любите рыбалку на хищника заходите канал зовут олег меня да друзья тоже зовут тоже зовут олег заходите к нему на канал заходите к нам заходите подписывайтесь мы сегодня решили сделать совместную рыбалочку провести приехали на мою как говорится территорию за карп ушей будем ловить прошлый раз мы были здесь на этом водоеме мы ловили на 2 поплачанки сегодня я покажу олегу как ловить на корну на удочки я поставлю две удочки и с собой еще решил половить все-таки на дальний заброс попробовать как же наши бойлы работают проверить здесь на этом водоеме бойлы смотрите ребята я немножко тоже сейчас расскажу для меня это карповая рыбалка как бы впервые раньше никогда не упирался посему естественно я буду сегодня слушать задавать вопросы интересоваться ну естественно олег будет отвечать меня по этой теме уже есть несколько вопросов коллегу ну давайте по очереди он сейчас расскажет что мы рыбачим и давай у меня сразу вопрос ты когда-нибудь на карповую рыбалку ездил в детстве в детстве а вот-вот я на канале ни одной рыбалки карповой нету ну смотри сегодня должно быть фильм у нас быть обалденный так ну что друзья прикормка сразу давай наверно поговорим по прикормке принципе мы если что будет какой-то дополнить там что мы во время фильма дополним прикормка друзья у меня опять как ни странно у меня опять этот чеснок чабрец я никак не могу выкинуть уже в воду но надеюсь уже я ее при я смотри я ее привез это в холодильник морозильную камеру клац с морозилки камеры достал на рыбалочку разморозилась там добавил другой какой-нибудь прикормочки бог четко да я не то что она даже не портит у нее запаха нету возможно если бы это было летом жара понимаешь если бы сейчас солнце пекло бы из жара было бы возможно напортилась а пока месть погода у нас позволяет что она прохлада на улице она у нас ну держится держится хорошо нормально пробовать будем опять смотри опарыш но на парыш может быть сначала и первые поклевочки надо сделать как бы стимул рыбы и возможно мы будем ловить на парыш но парыш и такое самое главное на что мы будем ловить это я ставлю да кукуруза мы все-таки ездим приехали за карпом и хочется карпушу ловить уже такого от килограмма и чтобы у нас наживка была у нас должна быть наживка крупная но мы карпа будем ловить пытаемся хотя бы крупного от килограмма будем ловить на такую кукурузку какое-то предпочтение от течение года допустим весна лето осень вот такой есть у него чему-то отдает конкретно какое-то предпочтение стабильно на что-то берет в основном есть предпочтение весна осень например больше там ну как тебе сказать червь опарыш вот такой да кукурузка кстати консервированная работает тоже всегда всегда с не нашел ученого вообще срабатывает пока смотря какой карп ну кукуруза консервированные думаю это самый лучший вариант самый лучший вариант да я не говорю там про бойлы про такие рыбалки которые знаете там профессионалы ездят за их невкусы в основном как говорится что мясо работает мясные запахи в основном но если мы ловим на бойлы мы на бойлы сегодня будем кстати ловить на мои я попробую кстати дальний заброс но здесь карпушей небольшой как бы от килограмма ну килограмм 2 от килограмма до 2 он вырос то есть кукуруза вот эта консервирована она будет всегда она всегда как говорится золотая середина она будет работать что весной что осенью что летом это просто меня стабильно да на кукур да 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 так прикормочка здесь у нас я не буду останавливаться на этой прикормке у нас здесь тоже сам если пучка чеснок чабрец которую я вожу я надеюсь сегодня мы ее наконец-то добьем это прикормку здесь прикормки добавлена кукуруза немного я сделал грамм 100 конопли мы эту коноплю засыпали в прикормочку добавили сейчас добавим немного сыпухи сыпуха кстати кстати с сыпуха fish dream не карповая но я думаю чтобы у нас сейчас сыпуха получалось смотрите у нас она немного влажная сейчас мы и просто ее сделаем ну доведем до нужной формы ну что разложимся поехали если как час на данный момент что-нибудь еще есть какие то вопросы давай конкретно сейчас построим планы на что конкретно ты до рыбачишь на дальний заброс да я кстати да друзья все правильно ты подметил мы тебе отдадим вдруг две удочки пополчаны да 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 а я пробую дальний заброс потому что прошлый раз я сюда приезжал я не брал дальний заброс ребята спрашивают говорили там она бойлы клюет здесь или нет и мы я приехал взял свои бойлы вкусом и хочу проверить именно будет а будет ли здесь рыба отзываться на бойлы окей поехали еще да поехали в принципе есть еще один вопросик на какой дистанции вот на удочке приблизительно на удочке в том я были у меня уже фильмы отсюда обзоры удочка 12 метров будет у нас глубина будет составлять поплавчана метр девяносто на бойлы на дальний заброс я попытаюсь закинуть под ту сторону немного под камыш ближе к камышу и попробую взять карпа оттуда и какая еще будет ну какой будет я не буду кормить я одну то есть мы будем кормить вот это прикормка будет только на удочке на бойлы мы будем ловить пробовать вообще без прикормки меня просто интересно закормлю вообще не буду вообще не буду да я вот хочу проверить именно свои бойлы мы то есть я уверен что на удочку мы поймаем свою норму 7 килограмм. Рыбаков, здравствуйте, друзья, здесь приезжало очень много. Посмотрели наш фильм. Ребятам, смотрите, обзор. Мы еще полетаем здесь и покажем сверху, что здесь. Да, что рыбаков здесь очень много. Наверное, штук шесть стоит, да, машин? Если не больше. Разлаживайся. Да, поехали. Запах. Наконец-то появился другой запах, а не чеснок-чабрец. Кстати, я уже к этому запаху за шесть или семь рыбалок принюхался к этому чесноку-чабрец. Тут, наверное, придется все высыпать. Сильно влаги много. Добавил конопли. Что, Олег, давай разбирать удочки. Будет как раз знакомиться. Пятиметровая удочка. Есть какие-то, если будут вопросы, спрашиваю. Я, в принципе, рассказал уже все по этой оснастке. Уже у нас фильм был. Что-то, чего повторяться не буду. Может, что-то интересное будет, если что. Спрашивай. Сейчас мы, друзья, удочки... В принципе, я когда-то рыбачил такой, как бы, на карасика. На карпа не пробовал, а на карасика была у меня когда-то такая. Ну, карп, понимаешь, что какая... Что хорошо в карпе. Он килограммовый, а сопротивляется, например. Ну, чувствуешь, когда, особенно на удочку, это вообще ощущения просто обалденные. Вот я знаю, что ты там толстолоба больших там ловил, да, у тебя там в жизни были. И щуки у тебя там большие, наверное, да, да? Сколько это самая большая у тебя рекорд была по щуки? Пять с половиной. Пять с половиной? Да. А на камеру отснял это все? Нет, я же говорю, у меня когда я ловил просто без камеры, щуки клевали, щуки толстолобые шли, как вроде специально. Появилась камера, такое ощущение, как будто они стесняются позировать. Я понял, а по толстолобу какой рекорд? По толстолобу 6400. 6400, да? Да, я когда начинал... Это на Южном ты поймал такого? Да, кстати, самого Большого споймал на Южном, и в Новомихайловке мы были когда-то, там тоже есть водоемчик, там споймал тоже на 6400. А вот стабильно, пока весь этот порог не могу преодолеть. Я уже свою разложил. Сейчас поможем тебе. Сейчас свежей кукурузки немного сольем Южку в прикормку. Южечку слили, немного кукурузки. Размешали это все. Запах, конечно, бомбезный. Кукурузка пахнет хорошо. Так, сейчас пару шаров закинем, прикормим. А как ты кукурузку цепляешь? Сейчас я покажу. Ну, я, в принципе, там видео показывал. Сейчас пару. Пару. Есть пару. Так, давай, крючочек. Пускай. Вот, получается, крючочек и... Раз. Вот так она отлично. Ну, как всегда, уже, ребятами уже показывал, кукурузка надета. Все, делай заброс, во-первых. Все, понеслась. Конечно, огонь. Рыбалочка началась. Давайте. Первый пошел. Да. Ну, ладно. О, ладно. Попробую включить. У меня у нас первая подклубка! Выводи её сюда! Про снимать видео! Я покажу как ты ловишь! Первая твоя карпушка, поднимай чуть-чуть подвыше! Ох! Ну не, так я тебе говорю, карр сопротивляется, килограммовая вот эта карпушка, это потягать его в удовольствие! Ну давай, кореш, заходи! Скажи, мы тебя всё равно сейчас отпустим! Ну вот он, первый пошёл! Ну что, поздравляю! С почином! Да, с почином! Спасибо! Эх, красавчик! Вот такой вот парнишка! Так, у нас как всегда, я ещё не успел разложить всё! Хотел разложить же карповики, разложить пробую бойлы! Тихо-тихо, братанчик! Тихо-тихо, братанчик! Опа, тихо-тихо, братанчик! Тихо-тихо-тихо, братанчик! Да! Что делаем? Выпускаем, конечно! Сейчас, давайте снимем! Давай снимем! Так, первый карпушка! Ну молодец! Поздравляю тебя, друг! Спасибо, друг! Давай отпустим первого, друзья! Карпушку своего! Так, неудобно его, конечно, заходить, выпускать! Ну как-то... С этой стороны возьму! Опа, тихо-тихо, братанчик! Уйдёшь, уйдёшь, уйдёшь! Друзья, лайк, отпускаем карпуху! Всё, целуй зрителей, подписчиков! Всё, друзья, лайк! Опа! Дядя Олег отпускает! Ах, красавец! Стартанул как! Ну что, улыбочка? Ха-ха-ха! Драйв! Ха-ха-ха! Класс! Сейчас оденем три опарика! За жопу их подцепим! Может попробовать и вторую перейти на опарик? Да нет, ну там может вдруг покрупнее, да, ну... На кукурузу может покрупнее, да? Ну да, вдруг! Не, ну сейчас на опарис, а потом на кукурузу! У меня в прошлый раз, когда я рыбалку был, то сначала на опарыш клевал, а понял, а потом пришло только на кукурузу! То есть сейчас ты ж не знаешь, на что она будет клевать, через что он захочет к вечеру! Так... Ну все, вот такой вот пучочек получается аппетитный! Ну сам бы ел! Ну нельзя! Попробуй! Бобику, Бобику! Все для Бобика! Попробуй съешь! Все для Бобика! Да съел бы я тебе говорю! Все для Бобика! Ну что только не сделай! Ха-ха-ха! Так, ну что, с Богом поехали! А тут же так как-то мы потунылись легально! Ты ж хотел на уху! А что там? А ну покажи! Ух ты! Ничего себе! Вот это таранище! Блин! Я тут камеру настраиваю! Вот это ты пошел назад! А ну покажи! Я таких тарань уже сто лет не видел! Крупные! Смотрите ребята! Какая! Ничего себе! Это не тарань! Это таранище! Красноперка это да? Красноперка! Ничего себе! Смотрите какая! Сколько здесь? Грамм двести? Да! Это точно! Двестиграммовая! Ну что, ты не успел еще с карпухой разделаться? Уже тут уже таранище такое клюнуло! Класс! Ну пока мне с рыбалкой не нравится! Ха-ха-ха! Ну я ж тебе на плохую рыбалку не привезу! Ну да! Да! Рыбалка козырная! Место классное! Козырное! Не дай вода! Да! Не дай вода! Уютное такое местечко! Смотрите! Делаем первый свой заброс! Монтаж у нас здесь скользящий! Своих! Бойл самодельный! Белый нектар! Вкус! Запах! Делаем первый заброс! Кормить я говорил точку уже мы не будем! Делаем! Ищем поисковым методом! Попробуем! Посмотрим! Бойлы работают мои здесь! Без самой прикормки! Мне всегда интересно было! На поплавок клюет! Интересно дальний заброс будет ловиться! Наркет! Бойлы живот П pouvoir добиться! Ребята, первая поклёвка, ну хрена себе, оба, ну такой. Нормально? Сейчас непонятно, сейчас сошёл. Сошёл? Ага. Ну хорошо, было. А что-то было, блин, хорошее. Ребята, первая поклёвка на дальний заброс, с ума сойти. Ну. Так, а здесь у нас стоял третий, наверное, ближе всего сюда. Да, туда поставил я. Смотрите, давайте покажу место. Напомню, что мы место не кормили на дальний заброс. Закинул опять, ловим на свой бойл, запах ЦСЛ с мёдом клюнул. Первый отзыв был. Пока месь отвлёкся, даже не ждал этого паровоза. Рыба, конечно, взяла хорошо и почувствовал, что-то мощное. Она была, ну, килограмма, наверное, два. Ну, точно было. Я не знаю, ну, понимаешь, сразу чувствуется. Он почувствовал такие, поддержал у меня секунд пять. И досадный, 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 досадный сход. Ну, уже, смотрите, кто-то приезжал сюда на этот водоём, говорил, что здесь там бойлы не клюёт. Я, смотрите, точку не кормил, но на бойлы у нас была поклёвочка. Вот, смотрите, место я угол закинул. Здесь, получается, у нас так завод идёт без прикормки. Здесь, получается, у нас так заводится. Давай туда, до того полковка, а не давай ему уже. Так, ребята, это полезно. Видишь, как он притапливал, притапливал. На фарик, да, взял афары? И забросал. На удочку, да, приятно? Хоть и такой, не дай. Все равно приятно на удочку. Тянуть. Бомба. Я люблю на удочку, лови таких. Опа. Есть. Тут шереки в домике, да? Ну, да. А мы чай пили, да, собрались? Ну, так покласс. Ну, да. Красавчик очередной наш. Порадовал нас. Без 15,6. Без 15,6, смотри. Три достали, один сход. Да, 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 да. Это ранюще там вообще. Нормально. У нас, как раз, может, вечерний. Все, поцеловал? Да, давай, братан, целуйся. Скажи, друзья, лайк. Отпускаем лайк. Друзья, лайки ставим. Выпускаем. Ты его не отпустил, ты его занурил. Да, да, я его, короче, расчехлил. Расчехлил. Все, поцеловал? Да, давай, братан, целуйся. Скажи, друзья, лайк. Отпускаем лайк, друзья, лайки ставим. Выпускаем. Ты его не отпустил, ты его занурил. Да, да, я его, короче, расчехлил. Расчехлил. У меня есть... Поехали. Он сказал, поехали, и махнул рукой. Я нарушил. Красавец, карпуха, опять на парик, да? Да. Оп! Ох! Вот такой вот карасик, ой, карасик, большой карасик, да? Да, вот такой большой карасик еще один. Опять смотри, на пары, да? Хотя и кукурузка. Да, опять на пары, это уже пятый, да, по-моему? На пары? Да. Четвертый или пятый? Ну, не знаю. Бомбовский. Ну, шо, друг, дарим, дарим, дарим? Скажи, друзья, лайк, отпускаем. Да, да, ставьте лайк, а то не отпустит. Ну ладно, все, иди погуляй, братанчик, и уже через пару лет, и еще пообщаемся. Обляпал? Да, благодарю. Вот так вот добро и делай. Витагоне вообще, да? Шикарно, смотри. Сейчас мы приблизим. Хорошая игрушка, слушай, мне нравится, я тут все такое хочу. Обалденное. Да, красивый вид, да? Вообще шикарно. Зорько получается, да? Солнце уже садится. Да, самое, короче, красивое видео получается на закате и на восходе, тогда самые мягкие цвета такие, они самые такие, ну как, красивые, вообще шикарные. Так, друзья, нравится? Обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии. Как вам? Олежке нужен такой дрон, кстати? На нашем канале, кстати. Может и мне купить такую? Ну а чё пить нет. Дорого, дорого. Да. Да. Я ж пенсионер бедный. Опа, теряет сейчас. Связь теряется, да? Угу, видишь, это он виснуть начинал. Угу. Так, ладно, вверх 300, 300 сколько получилось? 340 метров. Отлично, просто ракурс обалденный. Эх, у Олежки нет такой игрушки пока. Ну всё, может садить эту муху. Хахаха.